Тема призыва на службу в армию актуальна из года в год. В каждую призывную кампанию у молодых людей и их родителей появляются новые вопросы о порядке призыва и службе в армии. Наряду с этим появляются не только новые слухи, но и множество нюансов в законодательстве, о которых стоит знать. Федеральным законом номер 170 ФЗ от 2 июля 2013 года внесены изменения в федеральный закон о воинской обязанности военной службе номер 53 98 года. Суть этих изменений касается призывников, которые скрываются от прохождения военной службы и что их ожидает в связи с внесением изменений в данный федеральный закон. Этот закон определяет полномочия призывной комиссии определять статус данных призывников как уклонистов. Поправки касаются тех жителей России, кто, несмотря на пригодность к военной службе и отсутствие уважительных причин, в армию все же не пошли. Для них с 1 января 2014 года действует запрет на работу в государственных органах и муниципалитетах. Также этим законом 170 от 2 июля 2013 года внесены изменения в федеральный закон о государственной гражданской службе Российской Федерации номер 79 ФЗМ. И закон о муниципальной службе в Российской Федерации, в которой тоже также вносятся изменения в части касающихся уклонистов. То, что касается государственной службы и муниципальной службы, данные граждане не могут быть приняты в сферу деятельности государственной и муниципальной службы. Если призывная комиссия определяет статус призывника в качестве уклониста, то в военном билете будет фиксироваться запись о том, в какой временной период гражданин косил от армии. При приеме на работу теперь любой работодатель сможет увидеть данную отметку и уже после этого будет принимать решение, стоит ли брать такого сотрудника на работу или нет. Причем те, кто после школы уехал учиться за границу, а вернулся после 27 лет, приравниваются к уклонистам и, соответственно, таким возможность поступления на госслужбу должна быть закрыта. От служивших же в армии, наоборот, ждут некоторые привилегии при поступлении в вузы. Те граждане, которые проходили или проходят службу или по контракту, или по призыву, они, ну как бы это является приоритетом для поступления высшей военной, не то что высшей военной, в том числе и высшей военной, а также и во все высшие учебные государственные учреждения. Кроме того, в законодательство следовало бы добавить положение о поощрениях для наиболее отличившихся за время службы в армии. Например, предоставить возможность поступить в престижные зарубежные вузы, чтобы, вернувшись в страну, они могли приносить пользу государству. Вот такие изменения, я думаю, что это будет все только к лучшему. Почему? Потому что на данный момент очень много граждан уклоняются, к сожалению, от прохождения военной службы. Я думаю, молодые люди поймут смысл всего этого, изменят свое отношение к выполнению своих обязанностей как гражданина Российской Федерации, в части исполнения законов, федеральных законов. Будем надеяться на лучшее. Отметим также, что нововведения не коснутся тех, у кого уже есть военный билет, и тех, кто должен был его получить до конца 2013 года. Татьяна Кокорина, Артур Бодрединов. Информационная программа «Ежедневник».